Всем, друзья, привет! У нас небольшой дождик, но так свежо, хорошо, вот даже окно открытое. В общем, красота у нас. 6 градусов, в доме 19. Так, это я вот уже покрасила, что-то получается под коралл у меня или что, не знаю. Это ещё так в мыслях. А тут вот, в принципе, я уже, друзья, определилась. Всё уже продумала, что я хочу, как я буду делать. Вот уже тут приготовила всё. Вот это вот уже отмерила, кисёмочки. И вот решила также сделать её вот так вот под золото. Получается очень даже красиво, неожиданно для себя. Прям так легко кисточкой даже не надо эти полоски рисовать, как на этой вазе. А просто и вертикально, и горизонтально, и очень даже получается легко и красиво. Ну, вот такое вот начало. Потом всё вам, друзья, покажу дальше. Чуть-чуть покажу вам, друзья. Приехали с Володей в город по делам. Хочу показать. Вот цветы Анютины глазки. Вторая половина декабря. Ещё где-то юг отцветёт. Проскакивали больно быстро. Не успела вам поснимать. Так что ещё и юг отцветёт. Вот такие дела. Тепло, красота. Где-то 8 градусов. Туманчик. Но на дачах воздух свежее. А вот он даже без шапки стоит. Не замёрз. Я так в шапке, а он без шапки. Нет, всё равно ветерок ещё. Ветерок. Да. Вот хочу, друзья, показать. Может быть, кому-то надо. Кто-то на заметку возьмёт. Вот я так обильно. Это я покрыла клей ПВА наполовину с водой. Но прежде я положила эту вазу и прокатала её. Чтобы все вот это острые сгладили. Чтобы были такие ровные, мягкие. Я её прокатала так хорошо, чтобы она приняла форму. Все вот эти вот ажуры. И теперь вот уже покрываю ещё раз клеем. Чтобы была хорошая защита. После этого начну её также рисовать. Наверное, тоже под серебро. А уже потом буду покрывать лаком. Вот это я уже лаком покрыла один раз. Это тоже у меня стоит, сохнет. Вот это ещё думаю, как делать. Нет, лаком я её уже вскрыла один раз. Один раз покрыла лаком. Вот теперь сделала такие вот. Я давно купила. Под жемчуг такие звёздочки. Перламутр. Ну вот сделала что-то мне, кажется, довольно тяжёлое. Вот это нежное. Посмотрю потом, как тут я буду делать на крышечку. Вот. Потом определюсь, что и как. Короче, вот мои работы. А, вот. 20 градусов дома. Окно открыто. На улице почти 13. Середина декабря. Даже уже не середина. Уже вторая половина декабря. В общем. По-моему, у нас уже весна. Надо уже что-то вязать к весне. Хочется в это верить. Теплынь. Красота. Свежесть. Просто чудо. Вот тут в голову стукнула ещё что-то попробовать. Сидела, сидела. Вспомнила, что у меня много вот таких липучек, которые не подошли на арку. Что мы покупали. Ну, думаю, дай попробую что-то придумать. Ну, вот взяла, наклеила, просчитала тут, высчитала. Получилось вот таких вот у меня 4 штучки. Решила между ними сделать шпаклёвочку помазать. Вот она. Шпаклёвка финишная, мягкая, хорошая. Ну, вот, думаю, попробую так. Потом подсохнет. Немножко наждачкой обработаю. Потом дальше буду думать, как, что придумать. В общем, вот снова такая у меня новая задумка, друзья. Вот такой это у меня инструмент. Там я уже беленьким подкрасила один раз. Акриловой краской. Потом, может быть, ещё раз пройду. В общем, трудимся, трудимся. А что делать вечерами? У нас сегодня 0 градуса. Утречка. Но всё равно так свежо, так хорошо. Мы тут идём в магазин прогуляться по делам. И вот хочу вам показать. Сейчас найду камеру. Вот. Так, где ты тут, розочка? Вот. Скоро Новый год. А у нас розы. Уже всё пообрезали. А всё равно ещё вот красотулечки тут. Остатки роскоши. Кстати, вот здесь юка не цветёт. А вот город кустарники прям огромный. Я видела, жалко, не успела вам с ней. А всё, цветёт юка. А здесь вот ещё инжир. Люди не собирали. Так и висит. Вон, зелёненькие. Тут на земле валяются инжиринки. И, кажется, пошёл такой снежок лёгкий. Это мы были в правлении на следующий год. За мусор надо заплатить. Членские взносы. Вот ходим, гуляем с Вовочкой. Ура! Ах, друзья, у нас теперь точно зима. Был шарик, теперь яйцо. Забыла занести герань. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, сейчас занесу, посмотрю, что будет. Короче, снега намело. Вова тут уже метёлкой пробовал сметать. Лопата-то у нас старая. Но уже 9 градусов тепла. Утром было минус, почти минус 2. Меньше даже. Всю ночь вот так вот снежок шёл. А теперь уже солнышко и плюс. Крыши все. Снегу, красиво. Лепота. И тишина. Тишина. Мои цветочки, наверное, теперь точно уже всё. Время пришло. Зато весной будут красавицы. Так, а тут сейчас попробуем. О-о-о. Давай-давай-давай-давай. О-о-о. Сейчас. Вот так. Дверкой разгребли. Дверкой разгребли. И вот тут нужно ещё прочистить нам туда, до гумусной ямы. Тоже хорошо, как у соседей, тоже у всех солнышко. И с этой стороны тишина. Лепота. Ух, хорошо. О-о-о. И дверь заскрипела сразу. И дверь заскрипела. Ой, ну тут, конечно, теплее. Вот. Вчера мы уже прогуливались. А вот уже шубку одевала свою. Хорошо в ней тепло. Так, ну что, начнём зарядкой заниматься. Очередная коллекция. Готово. Друзья, вот всё, что получилось. Ну, это вы уже видели, да? Я просто здесь покрыла лаком. Все эти денежки, денежки. Здесь также вскрыла лаком. Чуть больше ничего добавлять не стала. Вот эта ваза, кстати, мне очень нравится. Это тоже получилось оригинально. Так вот она смотрится. Здесь сделала такие капельки внутри. Небольшие. Это поменьше ваза. И тоже такая же. Вот Володя мне их одинаково распилил. Чуть-чуть выше эта ваза. Это я сделала немножко по-другому. Так как, можно сказать, распылила. Это серебро. Тоже неплохо смотрится. Тоже вскрыла лаком. Внутри также всё покрыто лаком. Всё. Вот это вот три такие вазочки получились. Это для деток хорошо. В школу линейки ручки. Карандаши. Не знаю, кому тоже буду дарить. Вот решила сделать так. Три цвета. Между ними тесёмочка. И чуть-чуть добавила сверху белой красочки акриловой. Ну, естественно, конечно, всё покрыто лаком. Здесь тоже всё лаком покрыто снизу. Так. И здесь вот сделала просто фольгу. Такое донышко. Так получилось. Это вот... Нету у меня другой блестящей такой бумаги, как он называется. Фариановая, флориановая, я уже не помню. Что было, то и накрутила такую розочку. Так. Это вот ещё одна работа. И вот это вот с этой коробочкой я намучилась. Тяжеловато вот эти ромбики. Так плохо их подгонять, чтобы она хорошо закрывалась. Ну, вроде бы как. Вот так напридумала. Сейчас покажу вам на свет. Вот так хорошо смотрится. На свету, наверное, лучше будет. Вот. На солнышке как она смотрится. Странно. Всё равно темно. Так. Внутри сделала тесёмочку. Сверху тоже тесёмочку. Всё покрыла лаком. Здесь как раз перед этим купила вот такое... Метражом продавалась такая тесьма. Так. Тоже всё покрыла вот это под серебро. И здесь просто покрыла лаком. Всё. Вот такая вот коробочка. Здесь тоже просто покрыта лаком немножко. И тоже добавила серебро. Всё. Это я вот немножко... Потому что чуть-чуть углы не совпадает. Я сделала себе такую метку, чтобы она закрывалась. Всё. Коллекция закончена. Теперь уже только на следующий год. А, нет. Вот ещё одна осталась. Вот это надо ещё заканчивать. И всё остальное начну. В новом году. Дай бог всё получится. Здесь у меня платье начала регланом. Не могу сказать, что я в восторге. Как-то так. Не знаю. Ну, посмотрим, что будет. Вот. Все мои работы. На улице у нас, как всегда, тепло. Хоть уже и... Новый год уже, можно сказать, на носу. Вот. А у нас тепло-тепло. Вон, бельё на улице сохнет. Так. На улице почти 10. В доме 20. Окна открыты. В общем, всё, друзья. Поделилась работой. Очередной с вами. Почему небо не видно? Так оно как-то смотрится белое. Интересно. На самом деле оно голубое-голубое. А что происходит со светом, не могу понять. Извиняюсь, друзья. Так показывает. Цветочки целенькие. Хоть и был мороз. Всё сохранилось. Всё отлично. Цветут. Всё, друзья. Поделилась с вами очередными своими работами. Теперь всё. Теперь у нас другая работа. Готовится к поездке, к встрече с моими любимыми родными. Так. Маленькое тут уже начало сбора подарков всяких разных. Всего понемножку. И всё тут, чего только не будет. И орешки, и то, и всё сразу. Тут у меня список целый. Вот надо будет яблочки свои, инжир сушёный тоже взять. Всё это с собой. В общем, друзья. Ой, какое солнышко у меня здесь. Идёт с комнаты. Красота. Чеплынь. Так. В общем, кто спрашивал за чемоданы? Что там за чемоданы? Кто смотрит Алёнкин канал, тот уже знает. У нас, не знаю, два или три чемодана, сколько упакуем ещё вещи свои. Как я называю, у нас называется встреча родственников и знакомство с новыми родственниками на Эльбе. Встреча на Эльбе. Нет, друзья. Едем мы поездом, едем мы в Минск, чтобы увидеть своих близких, родных. Чтобы познакомиться со сватами, которые живут в Подмосковье. Вот. Где-то у нас будет там примерно неделька, новогодние каникулы. По возможности вам всё покажу, расскажу. Если будет время, уделить вам. Так что очень волнуемся. Такие приятные хлопоты. Такая уже дрожь в теле. Ух. Погода, сказали, будет хорошая. И на Кубани, и в Беларусь будет тепло. Плюсовая температура, и домики там хорошие сняли 12 километров от Минска. Так что, друзья, всё вам рассказала. Следующее включение, наверное, уже будет просто перед отъездом. Уже перед тем, как сесть в поезд. Всем всего доброго, всего хорошего. С вами была Кубань. И, наверное, в будущем здравствуй, Беларусь. Друзья, маленький по скрипту. Посмотрите, 24 дома, 25 с хвостиком на улице. Такая теплынь, такое солнце. В общем, сказка. Ещё раз всем привет. И ещё всем всего доброго. Вот такая она, Кубань. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин